Добрый вечер! Детали инцидента в выпуске. Один из залов Алтайского краеведческого музея возобновляет прием посетителей после ремонта. В Алтайском крае в скором времени могут открыться бассейны, а также появится доступ на спортивные трибуны. Так, губернатор Виктор Томенко дал поручение главе краевого Минспорта Алексею Перфирьеву провести соответствующую подготовку для возобновления работы объектов. В случае открытия бассейнов глава региона призвал министра не ограничиваться работой в Барнауле. По его словам, нужно искать варианты открытия объектов по всему краю. Возвращаться к тренировкам спортсменов необходимо постепенно, начиная со сборников и профессионалов. Также Виктор Томенко поручил совместно с Роспотребнадзором рассмотреть возможность разрешить допуск зрителей на спортивные состязания. В первую очередь это касается игровых видов спорта. Уже начинаются некоторые соревнования, например, ну в том числе тот же футбол под открытым небом, там, или кто-то начнутся и хоккейные, тут уже игры и другие игровые виды. Если мы соревнования разрешили, но без зрителей, ну может быть зрителей тоже какую-то часть от свободных сидений или мест для зрителей, например, процентов 25 или хоть 10, ну хоть как-то, чтобы можно было этот вопрос пошагово регулировать. Цементное производство возобновило работу в Заринском районе. Там прошел запуск предприятия «Голухинский цемент». В открытии принял участие Виктор Томенко. Куда отправили первую партию продукции, расскажет Глеб Полянский. Цемент на стройке – один из важнейших связующих материалов, а это символический оттиск печати гарантии качества на цементе, только что выпущенном на обновленном производстве компании «Алтайцемент» в Заринском районе. «Голухинский» – единственный в регионе цементный завод. В ноябре прошлого года у предприятия появился новый собственник. Началась модернизация производства и строительства 10-километровой дороги до региональной трассы. Вложено около 500 миллионов рублей. Сырье добывают на местном карьере. Запасов глины и известняка должно хватить более чем на 60 лет. Компоненты перемалывают и отправляют в печь, чтобы получить клинкер – основную составляющую цемента. Температура достигает 1500 градусов. Сейчас сырье обжигается. То есть из него там глина, известняк, камень. Все это при влаге 37,5. Сюда поступается, как сметанка, молоко. Вот обжигается, получается вот этот клинкер. Фракция клинкера от 35 миллиметров. Первая партия цемента отправится на стройки Барнаула. Виктор Томенко написал на одном из цементовозов пожелание – в добрый путь. И это сигнал для всей строительной отрасли края. Сырье и профессиональные кадры в регионе есть. Осталось применить все это в строительстве жилья, дорог и других важных объектов. Недостатка в стройматериалах не будет. Собственники предприятия такую заняли очень конструктивную позицию, связанную с перспективами развития производства. Ну, во-первых, восстановления. Во-вторых, перспективами развития, выхода на приличные объемы. Сегодня мы говорим примерно про 300 тысяч тонн цемента, который будет производиться в год с перспективами дальнейшего увеличения. Собственник завода Роман Пузанов отмечает, что при наличии спроса можно масштабировать производство и увеличить объем выпуска продукции вдвое. При этом рынок сбыта галухинского цемента не ограничивается Алтайским краем. Кемерская область, Новосибирская область, я думаю, что Хакасия, что касается в пределах тысячи километров, я думаю, есть возможность поработать. С учетом того, что в Хакасии на сегодняшний день нет завода по производству цемента. Виктор Томенко вручил 13 работникам завода краевые награды за добросовестный труд и высокий профессионализм. С ростом производства будет расширенный штат. До 500 человек. Уже сейчас открыто порядка 60 вакансий. Планы у собственников серьезные, а для сотрудников это стабильная занятость и уверенность в будущем. Глеб Полянский, Алексей Шаульский, Новости. За 10 лет в Алтайском крае снизился уровень бедности. Если в 2010-м в регионе было более полумиллиона малоимущих, то по итогам прошлого года около 400 тысяч. Об этом на онлайн-конференции сообщила начальник краевого управления по труду и занятости населения Надежда Капура. На сегодняшний день мы видим, что наиболее бедное население, наиболее малоимущие население у нас проживает в сельской местности. И такого населения по оценке более 77%. И если смотреть по непосредственно составу семьи, то к таким малоимущим гражданам у нас относятся прежде всего семьи, имеющие детей. И таких семей, к сожалению, у нас более 88% в структуре населения, находящегося с доходами ниже прожиточного минимума. При этом доля малоимущих среди работающих людей заметно снизилась. В Управлении по труду и занятости связывают это с неплохими темпами роста заработной платы и в целом доходов населения. Карантин по бешенству ввели в райцентре Баева указом губернатора. В конце июля жительницу села укусила лиса за ногу. На помощь пострадавшей пришел сосед, который убил агрессивное животное. Ветеринарные специалисты подтвердили факт бешенства. В угрожаемой зоне вакцинировали 213 голов КРС, 91 собаку и 23 кошки. Ограничительные мероприятия на два месяца ввели на территории нескольких домовладений райцентра. Нужно держать собак на привязи, нельзя их выводить, торговать домашними животными, вывозить их за пределы неблагополучной территории. И продолжаем выпуск. 88 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае за прошедшие сутки. Выздоровел 21 человек, смертельных случаев нет. Всего в регионе с начала пандемии COVID-19 обнаружили почти у 11 тысяч жителей. Выздоровели почти 9 тысяч. На лечении находится около полутора тысяч человек. Жительницу Бурнаула отказались везти в такси из-за того, что она была в медицинской маске. Хотя масочный режим еще не закончился. Подробности в материале Софьи Житиной. Какая разница, вы не имеете права мне отказать из-за того, что я в маске. Не имеете. Где это указано, скажите мне. Соблюдала масочный режим в такси и поплатилась за это, рассказала в соцсетях жительница Бурнаула. Увидев, что девушка в защитной маске, водитель отказался выполнять заказ. Своё решение таксист объяснил просто. Больных не вожу. Девушка рассказывает, деньги за несостоявшуюся поездку ей так и не вернули. В принципе, больше не допускали то, что вы перевозили людей и работали в сервисе обслуживания. И хлопнуло дверью. На что он выбежал, побежал за мной и ударил мне по голове, чтобы я сходил лечь. В службе такси отвечают. Подобных претензий от клиентов сегодня не поступало. Ни по телефону, ни в приложении. Если происходит конфликт между пассажиром и водителем, вопрос пытаются урегулировать мирным путем. Если водитель долго с нами сотрудничал и таких ситуаций у него не было, вот, ну, здесь как-то пытаемся беседой, то есть ограничиться. Вот, если какие-то были уже инциденты у водителя, то прекращаем сотрудничество с ним и всё. Какие-то, если есть телесные, то есть это уже правоохранительные органы занимаются. Если какое-то поступило заявление от пассажирки и действительно водитель причинил, то есть виновен, то тогда тоже с ними сотрудничаем. По словам менеджера, водители должны соблюдать все требования Роспотребнадзора, в том числе масочный режим. Юрист Сергей Сандаковский подтверждает, нахождение пассажиров такси в медицинской маске не противоречит карантинным мерам. Напротив, соответствует им. Требования водителя такси снять медицинскую маску ничем не обоснованы. Отказ водителя такси в перевозке пассажира также не обоснован, поскольку действующее законодательство не предусматривает такого основания, как отказ от оказания услуг в связи с ненадлежащим дресс-кодом. Юрист посоветовал обратиться с заявлением в правоохранительные органы. Если факт нанесения телесных повреждений подтвердится, будут приняты соответствующие меры. Софья Житина, Владислав Кириенко, Алексей Шаульский. Новости. Житель Рубцовска убил собаку, которая укусила его сына. Он чем-то разозлил пса и получил укус в бедро. Мужчина незамедлительно ножом перерезал горло животному. Жильцы многоэтажного дома вызвали полицию. В межмуниципальном отделе МВД России Рубцовский по данному факту проводится проверка. Осуществляется сбор материала. Назначено проведение экспертизы для решения вопроса о возбуждении уголовного отдела по статье 245 Уголовного кодекса Российской Федерации. Жильцы говорят, собака ждала около подъезда девочек, с которыми они играли вместе. По их словам, раньше пес агрессию не проявлял. На самом деле, собачка была, по-моему, любимцем вообще всего дома. У нас там такой небольшой район, 9-й ложка на Упсовском, Ленин 143. Все у нас абсолютно эту собачку знали, ее подкармливали. Она с детьми постоянно играла. Я сколько раз видела, она постоянно лежала там, что под вашими, наверное, она уже раньше была, вот 6 летом. Она, вроде бы, к началу лета прибилась туда. И ее все подкармливали, детишки постоянно с ними играли. Она тут песочник с ними, то, где они играли там в мяч, она с ними постоянно бегала. А теперь к другим темам. Освободить из-под ареста пытались участника смертельной драки на Старом Базаре. Сторона защиты боксера Михаила Старцева, который нанес роковой удар, просила изменить меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Вопрос рассматривала апелляционная инстанция Алтайского краевого суда. Доводы защиты были отклонены и прежние решения оставили без изменений. Таким образом, мужчина остается под стражей. Напомню, инцидент произошел в ночь с 26 на 27 июля в районе Старого базара в Барнауле. В ходе массовой драки погиб 40-летний Павел Рохлов. А теперь к новостям культуры. Один из залов Алтайского краеведческого музея возобновляет прием посетителей после ремонта. Подробности в нашем следующем сюжете. Знаменитое историческое место улицы имени Ивана Ивановича Ползунова. В этом здании работал сам Ползунов, но оно уже требует давным-давно ремонта. А здесь это здание инструментального магазина, тоже историческое, ремонт уже провели. И оно играет новыми красками. Три года назад здание инструментального магазина 19 века по адресу Ползунова 39 передали Алтайскому краеведческому музею. Из-за близости грунтовых вод фасад памятника архитектуры федерального значения требовал серьезной реставрации. В этом году нам удалось при поддержке правительства Алтайского края и Министерства культуры нашего края сделать ремонт фасада. 1 августа текущего года уже сегодня все отмечают, уже сегодня начинают фотографироваться на фоне нашего ремонта. Двери музея открыты для всех посетителей. Сейчас здесь работают три зала, посвященные Великой Отечественной войне, быту барнаульцев прошлого столетия и работе современных мастеров художественного промысла. Залы небольшие, но арочные своды вековых стен сами по себе уникальны и интересны. Интерьер и экстерьер исторического здания заслуживают отдельного внимания. Обращаю внимание, что на этом рустикальном фасаде использована достаточно кропотливая технология работы. То есть здесь не просто прошлись цементной камешковой, обращаю внимание, цементной штукатуркой, но потом еще и кельмочкой приподняли структуру, для того, чтобы она была максимально грубой. Еще раз напомним, двери этого уникального памятника архитектуры федерального значения открыты для посещений. Насладиться можно не только интересами экспозициями, но и интерьерами крепостных стен прошлого тысячелетия. Константин Ганов, Михаил Лифуншан, новости. Гостям теперь можно присутствовать в ЗАГСе. 14 августа решение было принято по согласованию с Роспотребнадзором. Ранее регистрация брака проводилась только в присутствии молодоженов. Не пускали даже родных, фотографов и видеографов. Теперь же на церемонию можно прийти родителям и близким родственникам. Правда, на церемонию допускается не более 10 человек, включая сотрудника ЗАГСа и молодоженов. У всех должны быть защитные маски на лице. Также рекомендуется соблюдать социальную дистанцию. Барнаульская компания, которая 16 лет специализируется на проектировании и производстве оконных систем, усиливает свои позиции на рынке. АКТО открыла офис в Новосибирске, где будет развивать розничное направление. Почему алтайским производителям не страшен даже экономический кризис, в сюжете моих коллег. Компания АКТО начала бизнес с двух офисов и небольшого цеха в Барнауле в 2004 году. Сегодня продукцию реализуют по всей Сибири, а площадь цеха увеличилась в 10 раз – с 800 квадратных метров до 8000 квадратных метров. В Новосибирске компания уже давно работает по разным направлениям. Но именно в этом году с помощью современного шоурума планируется усилить позиции по розничному, корпоративному и дилерскому направлениям. АКТО не остановил даже экономический кризис. А все потому, что качественные окна востребованы во все времена. Помимо нашего родного Алтайского края, мы всегда с интересом осмотрели и рассматривали регион Новосибирска, Новосибирская область. Здесь реализовываются интересные проекты, современные проекты в сфере строительства. Ну и сам город крупный, развивающийся. В Новосибирском офисе представлены окна и двери в их полноценном размере, в том числе и раздвижные. Специалисты готовы рассказать о преимуществах буквально каждого образца. Есть и две переговорные комнаты, для того, чтобы обсудить и воплотить в жизнь даже самые смелые проекты. Спасибо всем. Алю Теху, компания, которая, кстати, тоже большой объем нам предоставила продукции. Рота, Мака, Рихао. Вы можете приехать со своими партнерами и показать какие-то современные решения, которые есть в области светопрозрачных конструкций. Мы всем рады, только приезжайте с инвесторами, с девелоком, приезжайте, общайтесь. За время работы у компании появилось много партнеров в Сибири и Казахстане. Но точнее, это друзья, которые готовы поддержать в любом начинании. Конечно, дело пойдет. Новосибирск – большой город. И необходимо соответствовать требованиям, динамики, возможности оперативно взаимодействовать с своими застройщиками, заказчиками, архитекторами, всеми партнерами. И компания «Акто» постоянно развивается. О чем нам и говорит данный чудесный офис. Это лучший офис-шоурум за Уралом. Других таких нет. Компания «Акто» сегодня – один из лидеров на рынке. Ее не пугают даже самые сложные задачи. Интересные идеи по индивидуальным эскизам легко воплощаются в жизнь не только благодаря качественным материалам, но и сотрудникам, профессионалам своего дела. Если в 2004 году их было 30, то сейчас коллектив больше 500 человек. До этого я работал в компании, которая может производить 200 окон в день. И это считается очень-очень много. Компания «Акто» может производить 1200 окон в день. В 6 раз это масштабно. Те образцы, которые предлагаются вниманию клиентов и в офисе в Барнауле, на заводе особенно, и в офисе здесь в Новосибирске, встречаются очень-очень-очень редко. Компания планирует увеличить количество партнеров, а также улучшить качество сервиса за счет выставочного зала и офиса в Новосибирске. Софья Житина, Роман Хайрулин, Новости. Таким был этот день. Еще больше актуальных новостей вы найдете на нашем официальном сайте katun24.ru. А также предлагайте свои темы, возможно, мы расскажем о них в нашем эфире. В студии была Анастасия Борисова. Не переключайтесь и хорошего вечера.